Подкаст Интернатура Ну, вы знаете, она не так, чтобы сложная, она скорее экстренная. Она экстренная в таком медицинском даже смысле, в такой терминологии, связанная с тем, что происходит со свободой слова в российском интернете, особенно в блогах. Не находятся ли блоги, в первую очередь живой журнал, замечательный, в тяжелом состоянии или даже при смерти? И не нуждаются ли в срочных реанимационных мероприятиях по спасению? Началось это с того, что директор и совладелец крупнейший на сегодня действительно социальной сети в Рунете ВКонтакте Павел Дорб выступил с заявлением о том, что он намерен купить бы живой журнал. Почему? Потому что живой журнал потихонечку угасает. Буквально ты сказал, а не прикупить ли мне? Что-то такое. Просто там было нечетко сказано, что-то такое. Ну, вы знаете, если процитировать, да, он бы купил, если бы ему дали возможность... Вот я говорю, а не прикупить ли мне? Что-то такое, как стоит и думает. И такое заявление вызвало большой резонанс, надо сказать. Прозвучало оно в сети на ресурсе известном «Рояль.». И вдруг удивительным образом, вот как «Рояль в кустах» обнаружились листа и передается еще многочисленные заявления и сетевые публикации о неминуемой скорой кончине живого журнала и о том, что стоит ли дожидаться, пока он помнит, давайте, может быть, и... Пристрелим его, чтобы не мучился. Чтобы не мучился. Да, совершенно верно. И публицисты, и сетевые аналитики стали выступать с такими заявлениями. И даже главный редактор одного известного сетевого СМИ, как он будет называть, заявил о том, что он распорядился убрать со своего сайта кнопочку ссылок для блогеров, для ЖЖ. Помню, помню. Вот потому, что никакого от этого нет толка по сравнению с другими ресурсами. А толка от этого нет. Потому что, несомненно, ЖЖ дышит на ладами скоро. А проблема ли это свобода слова? Может, это проблема неверным руководством менеджмента живого журнала? Да, а какова же, на самом деле, эта реальность? Меня это очень беспокоит, потому что я, как энтузиаст-блогер, не использующий свой блог для рекламы, заработка. Но для меня это важно. Я в блоге, можно сказать, пропагандирую или популяризирую свою работу. Да, в отрасль, в которой я работаю. И часто высказываюсь по вопросам и социальным. Можно сказать, что я дал ЖЖ вам журнал несколько лет жизни, так как я здесь воспринимаю, с ним сроднился. И для меня это очень значимо, конечно же. Так вот, на мой взгляд, именно ЖЖ до сих пор был таким и продолжает все равно являться оплотом свободы слова. Понимаете? Да, это был, пожалуй, первый подобный ресурс, когда им начинали пользоваться российские юзеры. Где-то еще в 2001 год. Это было очень давно. Поначалу мало. Это были в основном журналисты, это были люди, интеллектуальные элиты, те, которые уехали из России. Скорее, тишки были, потом журналисты. Через этот ЖЖ они общались с теми друзьями, которые остались здесь. Постепенно становились все более популярным, раскрученным. Наступается, наверное, в году 2006 произошел. Потом в 2007 ЖЖ, хотя это изначально американский бизнес-проект, был приобретен российской компанией на деньги, крупного российского предпринимателя. А в последние годы, последние пару лет действительно разного рода непорядки происходят, как уже в журнале. Но тем не менее, до сих пор это такое главное место, где люди обсуждают серьезные вещи в интернете. Да, сегодня моден Твиттер. Ну, это 140 символов, это СМС. Что серьезного можно сказать? Невозможно в «Альной мир» уложить формат Твиттера. Хотя я пытался даже среди читателей такой конкурс объявлять. Темы, которые значимы для жизни людей, темы, связанные с гражданским обществом, темы, связанные с гражданскими правами, свободами, они не обсуждаются где-нибудь ВКонтакте или на Одноклассниках. Нет, совершенно любой формат. Тем более какой-нибудь лайф-интернет или РУ. Именно в живом журнале, в его примерно двухмиллионной аудитории, собрались все пользователи, которые могут писать длинные страницы о серьезных вещах. Вот я бы акцентировал, что именно длинные. Потому что обсуждать что-то, в том числе и щекочущее, это и Facebook, это и много где можно. Много мест, где можно обсуждать. На длинные, именно многостраничные, или там еще какие-то многотрейдеры, еще что-то такое. Что-то очень такое большое, да? То есть, там, где можно, там, даже само обсуждение, потом страниц на 50 еще всего этого дела. Вот это, пожалуй, только вот это ЖЖ. То есть, я правильно понимаю, что эпидемия суспензии, или как это правильно сказать, я не знаю, вот эти вот замораживания журналов, это и есть так называемая борьба со свободой слова в ЖЖ? На мой взгляд, тут два процесса. С одной стороны, вот до сих пор, действительно, ЖЖ такое место, где серьезные темы обсуждаются, и количество сообщений в ЖЖ, количество постингов, примерно 100 тысяч ежедневно. А все остальное близкого рядом с этим не стоит, там, 20-30 тысяч максимум сообщений таких денег, полнотекстовых. И то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это некоторая информационная кампания, ряд согласованных выступлений, направленных на подрыв авторитета ЖЖ, подрыв интереса к нему. Смысл. Вот я и думаю, для того, чтобы его обесценить, потом купить по дешевке, ну, вряд ли это возможно. А вот, скажем так, попытаться как-то подавить интерес пользователей к ЖЖ, к тем серьезным вещам, которые обсуждаются, связанным в том числе социальной сферой, с политической сферой. И в ближайшие годы, совершенно очевидно, нас ожидают большие, не всегда приятные, возможно, очень большие события в этой области, в России. У меня ввиду отвлечь внимание от этих важных тем. Переключить на какой-то теме просто общение, просто фотографии, просто какой-то развлекательный контент, общение как развлечение. Отвести. То есть, грубо говоря, сделать некое такое замену чему-то, не глобальному, даже скорее, чему-то интеллектуальному, на что-то попсовое, да? Конечно. Это теоретически? Да, как это происходит в других сферах культуры. То есть, иными словами, это государство делает руками этого господина? Не думаю. Я не думаю, что в данном случае это делает государство. Вот почему. У нас есть президент Медведев. Который блогер. Да, который блогер. И жжжистник в том числе. У которого есть очень заметное сообщество именно в журнале. И действительно, люди туда пишут. Они пишут реально проблемы. И это работает. Может, уже много случаев, когда это работало. В том-то и дело, люди, которые пишут, как говорится, по делу, проблемы, которые можно решить, они даже получают помощь решения этих проблем. Поэтому я не думаю, чтобы это государство, или, по крайней мере, представители высшей государственной власти. Я думаю, что это называемая подковерная борьба элиты. Есть разные группы. Олигарховы. Группы. Элиты, экономических, или политических. Они сращиваются. Башни там всякие, которые друг с другом борются за влияние. В одну сторону, в другую сторону перетяются. Видимо, для них этот оплот свободы слова, живой журнал, для какой-то из них стал неудобен, мешая какой-то с горли. Почему бы тогда его не подвинуть, почему бы его не покрасили, почему бы не девальвировали, по крайней мере, глазам пользователей. Я вот знаю, что Марк обсуждал, последние дня четыре, эту тему, если не больше, в своем блоге, в своем ЖЖ. И что говорят люди? Потому что мне не было время пишет все комментарии. Что говорят люди? Пользователи, так сказать. Комментарий-то очень много. Ну, я думаю, их не стоит зачитывать, время тратить, просто общее, так сказать, общее настроение. Ну, общее настроение, не дадим, отобьемся, надо спасать. Но общее мнение, что действительно, некоторое давление или какая-то закулисная такая борьба, интрига, происходит. Ну, да, но я слышал, там такое было смешное мнение, что надо купить, самим выкупить, самим стать сручленником. Но это было бы идеальной такой утопией. Ну, это утопия, это утопия. Мы же понимаем, что если вдруг действительно, во-первых, есть такие планы, да, это тоже нужно быть в общем уверенным, да, что это за всем этим стоит в первую очередь политическая подоплека, не экономика. Потому что олигархам свободы слова, они понимают, что не будет их самих по большому счету, в каком-то масштабе, да. С точки зрения власти, другая ситуация. Действительно, если власти нужно на что-то кого-то отвлечь, отлично. Это отличный способ. А есть еще другая. И уже технический вопрос, чьими руками это сделать. Наша власть, как и любая власть, искушена в этом. А я вот про экономическую стороне, что есть другая аспекта, на самом деле. Есть вот старая такая хохма, когда очень мощное предприятие специально покупается, чтобы раздробить и уничтожить для продвижения другого предприятия, сделать его более мощным. А нет ли за этим, скажем так, какого-то другого ЖЖ? Но тогда это уже не свободное слово. Тогда это просто конкурирующая площадка. Вот Марк считает, что это свободное слово, я не знаю. Если Марк считает, что это свободное слово, значит, это все-таки государственные щупальца. Я не так хорошо знаю ситуацию у ЖЖ, как Марк. Он там живет, буквально растворил по всему ЖЖ, где-то каждый кусочек его там плавает. Я просто думаю, что все-таки больше в этом социально-политических аспектов, потому что в плане конкуренции ЖЖ не мешает кому-то особенно. Единственным возможным конкурентом может являться Фейсбук, который развивается в России. Но это несколько разной аудитории. И для социальных сетей, в которых должны десятки миллионов пользователей находиться, ЖЖ в северном мире это не так много. Для Фейсбука конкуренты это ВКонтакте. Конкуренция происходит именно между социальными сетями. Ну хорошо, Марк. Если этот человек, о котором мы упомянули, он бы это купил для чего? Чтобы закрыть? Нет, нет. Чтобы его реализовать, модернизировать, улучшить. Но не изменить радикально? Нет, не буду. Нет. Значит, собственно говоря, это будет просто несколько изменений. Это та же самая площадка. Я не думаю, что это реально произойдет. По оценкам экспертов того же Носика, шансов на то, чтобы это реально происходило, практически нет. И, соответственно, это заявление я хочу купить, чтобы сделать его лучше, потому что сейчас он плохо и вот-вот умрет. Прекрасно. Да. Первая часть, это просто некоторая декларация, это у меня состоится. А вот вторая, которая запоминается, а потому что там плохо. Вот это, что такое плохо? Может быть, основная задача вот этого всего кипиша донести именно второй мэстердж, в принципе его донести, не надо его покупать. А вот именно донести мэстердж, что-то о чем сейчас говорить надо. Плохо чем? В чем проблема? Ну, там проблемы много, на самом деле, в чем. Там проблема и организационная, и в принципе, и в тех изменениях, которые в Венесине были в последнее время. Именно об этом он мне разонравился. У меня лично свой стендалон, откуда идет просто трансляция в ЖЖ. Поэтому я говорю, что я сейчас плохо знаю ЖЖ, я оттуда ушел на стендалон. Хотя периодически думаю, может быть, вернулся. В таком случае, вот именно это обстоятельство очень трудно обсуждать, потому что мы не знаем, что имел в виду этот человек. Ну, конечно, по росту аудитории и трафика, ЖЖ, он отстает из социальных сетей, но это неизбежно. Блоги – это ресурс, предназначенный для более интеллектуальных пользователей. Ну да, значит, это не внести изначально. Не так много людей думают через их вещах. Ну, есть, конечно, претензии к технической стороне дела по сервису, разнообразных функций. Прежде всего, то, что он все еще на техническом уровне остался в том далеком, в 2001 году. Не перерабатывался. Невозможности забэкапить, невозможности как-то перенести свои данные, ничего нет возможности. Поэтому, естественно, многие уходят на стендалоны, где это все можно сделать. Где можно себя защитить как-то и от атак, и от чего-то еще. И, скажем так, некоторые шаги администрации этого ресурса, которые не понравились многим пользователям. Это второе пришествие покойников. Это возрождение замороженных аккаунтов. Замороженные аккаунты блогеров, которые давно уже не пишут журналы, которые по разным причинам часто демонстративно ушли. Но эти аккаунты, эти имена остались раскручены в кристковиках даже спустя несколько лет. Представляют ценность для тех, кто раскручивает интернет-ресурсы. И это все было продано. Совершенно другим людям. Совершенно другим людям. И вот как-то это второе пришествие. И что? Они стали этим пользоваться. То есть лицо X некоторое время назад хлопнуло дверь и ушло из ЖЖ, аккаунт закрыт. А сейчас, спустя, например, три года, лицо Y приобретает имя и лица X. И под этим вот аккаунтом выходит, уже пишет, что это совершенно другое. Да, совершенно другое. И как-то вот это с морально-этической стороны. Не удивительно, что это многим не понравилось, мягко говоря. А с другой стороны, в массах пользователей ЖЖ стали слухи циркулировать и прям панические тревожные настроения, так сказать. Связанные с заморозкой, выключением, многие достаточно заметные журналов. За какие-то мелкие нарушения изменилась политика, изменилась инструкция того органа, такой комиссии специальной, которая должна удалять блогеров, нарушающих правила, поступающих неэтично. Но, видимо, их реакция на жалобы работы с обращениями сейчас такова, что эти можно злоупотреблять. И многие блогеры говорят о том, что происходящее напоминает рейдерство. Да. Вот о чем я говорил время назад. Да, именно так, что можно атаковать по всем жалобам, обращениям, какой-то отдельный блог, который там пишет, добиваться того, чтобы его заморозили, а потом это может быть через какое-то время. То есть, не глобальное рейдерство по отношению к всему ЖЖ, а к отдельно взятым, скажем так, его пользователям, готовят так иначе представлять интерес для кого-то. Именно так, да. Какое это может быть, с точки зрения вообще идеологии всей нашей вот этой вот интернет-передачи, какой это может быть представлять опасность или какой это может представлять, не знаю, там, интерес, еще что-то. То есть, вот что этому представлять для основной массы людей? Вот, в принципе, для основной массы людей, которые выходят в интернет. Две вещи. Первое, это все-таки то, что при упадке, деградации среди не владельцев подобного ресурса, интеллектуальный уровень общения в рунете явно упадет. И вот, действительной культурой, все, надо переходить к слову попсу. Это одно. А второе, а что же делать-то? И вот, на мой взгляд, это решаемая проблема, решаемая задача за счет активности самих пользователей, за счет социализации интернет-ресурсов. Чем больше пользователей, блогеры будут общаться друг с другом, не только виртуально, но и живем. Создавая, сохраняя... Да, совершенно верно, совершенно верно. Да. Жизнь и ЖЖ. Да, конечно. Создавать такие группы общения, клубы, интеллектуальные клубы, поговорить по душам, а потом еще об этом сказать в ЖЖ больших аудиторий, тем больше шансов на то, что все сохранится и даже еще будет развиваться. И это такая точка. Ну, собственно говоря, мне, наверное, добавить к этому нечего. Тут у нас сегодня был такой довольно-таки длинный, по большому счету, монолог Марка Евгеньевича Сандомирского. Он наболевший. Он наболевший, потому что он это лучше знает. У него это болит. Мы-то с господином Орловым, вот Александр Орлов сказал парочку слов, и я тут, Бархар Тафру, буквально присоединился. Мы с удовольствием выслушали Марка Евгеньевича. Мы, наверное, присоединимся, потому что он лучше нас знает. Он самый мудрый среди нас в отношении ЖЖ, по крайней мере. Поэтому мы призываем… К чему призываем? Вы знаете, я думаю, дело не в моем скромном опыте, а в том, что более мудрым в этом плане могут как раз являться наши слушатели и зрители, которые дадут обратную связь, напишут о своем мнении и, может быть, выскажут очень полезные советы. И, возможно, воспользуются теми рекомендациями, которые мы озвучили. И начнут уже, наконец, общаться лично. Ну, а ссылки на всех личностей данного подкаста можно найти в наших шоу-ноутах. Там написано, куда зайти, где читать и кому писать. Итак, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Подказ Интернатуры Интернатуры Подказ Интернатуры Субтитры создавал DimaTorzok